Всем привет! С вами Журнал Пикало и я Настя. А это значит, что сегодня мы с вами в очередной раз приехали в Республику Беларусь, где рамках Беларусь фэйшн и проходит самое модное событие в детской модной индустрии Беларуси Kids Fashion Days. Kids Fashion Days рекомендовал себе как самое масштабное событие в детской модной индустрии. Таких модников и модниц не нерти наверно нигде на 1 квадратный метр. Пойдемте посмотрим, что же происходит на бэкстейджах. Здравствуйте! Привет! Расскажите, пожалуйста, как вы считаете, каким должен быть макияж зимой? Зимой зимние оттенки и, конечно же, так как это прохладно, и пользуется обязательно тональной основой, потому что она защищает нашу кожу от воздействия ветра, прохлады и подбирает себе тональные компоненты без силикона. Желательно, чтобы кожа была защищена пудрой и, конечно же, уходы. Спасибо большое! Дайте, пожалуйста, несколько лайфхаков с тинейджерами. Тинейджерам это молодые, красивые, ухоженные лица. Я думаю, что не стоит перегружать декоративной косметикой, поэтому это красивый нежный блеск или плотная помада в цвет вашей одежды, хайлайтер, нежные румяна, туши. Я думаю, вы и так красивые! Субтитры сделал DimaTorzok Скажите о вашей новой коллекции. Моя новая коллекция называется High School. Сразу первый посыл воспринимается, как будто это привет школы, что это школьная тема. На самом деле я ее сделала завуалировать под свои ощущения, как воспринимают ее тинейджеры в поседневной жизни. Большая часть своей детскости, наверное, детства, дети ходят в школу. И так как у нас все-таки принято какую-то униформу носить, мне это очень показалось скучным и интересным. И на современном рынке наша легкая промышленность не дает что-то такое, чего еще не было. Поэтому я решила эту тему попробовать интерпретировать по-своему, по потребности вкуса детей. Это очень сильно отразилось в анимешной теме, которая сейчас актуальна. И, наверное, в творческом порыве детей. И отражение индивидуальности каждой модели, отражение индивидуальности каждого ребенка. Уже прошел показ в вашей коллекции. Какие у вас впечатления? Не хватило. Мне не хватило. Хотела побольше, подольше, покайфовать. Я не успела вдохнуть, но я поняла, потому как я прошлась, что было ощущение очень мощной энергетики. Я поняла, что попала. Всем очень понравилось. Расскажи о своих ощущениях. Что было как-то очень стеснительно и очень отлично, что ты как будто выступаешь перед чужой страной. И как тебе итог всего? Понравилось? Да. А ты откуда сам? Из Москвы. Расскажите, пожалуйста, о своей новой коллекции. Ну, о коллекции лета 2020 года. Мы использовали максимально яркие оттенки, цвета. Ну, и она максимально удобная. Используем натуральные ткани. И в то же время смелая, яркая фурнитура. Расскажите, пожалуйста, что вы планируете на следующий сезон белорусской недели года. В марте 2020 года у нас будет 20-й выпуск белорусский пашенлик. Это будет такой определенный юбилей. Скажем так, 10 сезонов мы уже отмечали, скажем, достаточно торжественной обстановки с белорусскими дизайнерами. Это были презентованы всем членам нашей специалии золотые броши на бриллиантах в виде нашего логотипа. И, скажем так, с тех пор в нашу семью, в Беларусь фэшн в их семью, присоединилось уже много дизайнеров. И, конечно же, мы продолжим раздавать броши золотые тем, кому они не выдались. Но также в следующем году мы сделаем акцент на, скажем, культурные мероприятия, которые объединят искусство, культурные аспекты и моду. «Неделя моды» — это большая коммуникационная платформа, которая позволяет каждые полгода встречаться людям, которые, людям, даже маленьким людям, если начнем с маленьких моделей, юни-журналистов, встречаться, коммуницировать, общаться.